Ну, надо нам сказать, что как история Германии межвоенной ровно разделяется на два периода Веймарской республики и власть национал-социалистов, так же и история отношений. Между Германией и Советским Союзом абсолютно не имеет такую же периодизацию. Мы с вами знаем, что в 1922 году подписан известный договор Варапала, который дал старт и обеспечил очень плодотворное советско-германское сотрудничество в период Веймарской республики, включая военно-техническое сотрудничество. Это не секрет, это хорошо известно всем. Но, увы, как только замаячил даже возможный приход к власти национал-социалистов, это уже, ну, это, собственно, период Великой депрессии, начало 30-х годов экономической, сразу стало понятно, что Гитлер — это абсолютно другой политик. И я хотел бы сразу подчеркнуть, что фактически в 1933-1934 году уже у советского руководства, опираясь в том числе на данные разведки, не было никакой иллюзии относительно того, что Гитлер планирует напасть на Советский Союз и рассматривать Советский Союз как одного из своих главных противников и врагов. Характерным подтверждением сказанного является то, что как только буквально в январе, как мы с вами помним, Гитлер назначается канцлером, уже в течение 1933 года все военно-техническое сотрудничество с Советским Союзом было свернуто и в дальнейшем уже не возобновлялось. Это уже был признак того, собственно, какие будут отношения в дальнейшем. И в 1930-е годы по нарастающей шла, словосиление, напряженности в наших отношениях. Хотя, должен сказать, что внешне и Германия, и Советский Союз предпочитали по возможности оставаться нейтральными, ну, в определенном смысле даже нейтральными с оттенком положительности отношений, учитывая то, что Германия, традиционно, я хотел всегда на это обращать внимание, несмотря на политические разногласия, была нашим крупнейшим нештаговым партнером. И между двумя войнами товарооборот между Советским Союзом и Германией был весьма внушительным. Поэтому сохранялись такие достаточно прохладные и нейтральные отношения, но было понятно, что все дело идет к самому неблагоприятному развитию сценария. Был только вопрос в том, когда это начнется. Было понятно, что сразу на Советский Союз Гитлер не нападет. У него были совершенно другие задачи, он этого не скрывал. Сначала зачистить себе пространство вокруг себя, а потом уже при благоприятном сечении обстоятельств, поднакопив силы, напасть на Советский Союз. Вот это вот тот момент, который нужно подчеркнуть. И я хотел бы обратить внимание на один весьма любопытный документ, как я сталкиваюсь с тем, что мало о нем кто знает. Впервые его ввел в научный оборот известный наш автор Барышников, который пишет по истории Финляндии, советско-финских отношений, в частности, про известную Зимнюю войну. Вот он привел документ, это справка НКИТ, Народного комиссариата иностранных дел, 30-х годов, где была четко написана, выстроена такая таблица государств наиболее агрессивных по своему поведению и потенциальных врагов Советского Союза военных. Вот очень любопытно эту градацию определить. Первое место занимает Япония, второе — Германия, третье — Польша и четвертая — Финляндия. Это к вопросу о том, как реально оценивалась ситуация. Поэтому еще раз хочу сказать, в 30-х годах не было никаких советского руководства иллюзий в отношении того, что Гитлер, как бы, может быть, нам этого не хотелось, рассматривает нас. Немецкое руководство тогда не будем сейчас называть Гитлер, тогда еще было не совсем понятно, что такое национал-социализм. В начале 30-х годов. Соответственно, что Гитлер рассматривает нас как один из главных объектов нападения, как вражеское государство, и будет все делать для того, чтобы это нападение осуществить. Вот это понимание четкое было. Поэтому вся политика Советского Союза была выстроена здесь именно для того, чтобы превратить эту потенциальную угрозу. Я имею в виду прежде всего предпринимавшиеся Советским Союзом новые, оставшиеся без результата усилия по формированию антигитлеровской коалиции или по созданию системы коллективной безопасности, как это тогда называлось. Та самая система коллективной безопасности, которая сейчас в наше современное время не утратила своего значения, имея в виду то развитие ситуации в мире, какую мы сейчас имеем. Буквально с конца 1933-1934 года западные государства, прежде всего гаранты Версаля, это Англия и Франция, они занялись очень странной политикой, получившей название умиротворение в дальнейшем, письмент или описмент, его называют по-разному, разные термины, применяются английские, смысл которых состоял в том, что они стали потакать и, я бы даже сказал, прямо поощрять нарушение Германии, условия того Версальского договора, гарантом которых они были, собственно, которые они сами же и писали. Эта политика потакания сводилась к тому, что до сих пор до конца неясным становятся мотивы, как эти государства не хотели признавать, не хотели понимать того, что Гитлер, он потому и Гитлер, что он будет нападать на всех. Они находились в, знаете, такой странной ситуации, я бы это назвал такое некое когнитивное помешательство, когда нельзя сказать, что политики у них были глупые и недальновидные, про Черчилля мы скажем, он как раз был одним из ярких представителей трезвомыслящих политиков, которые не могли не понимать, что фашистская Германия – это априори агрессивное государство, и концепция «даст тоталь крик», «то тайной войны» не была секретом, и «Майн Камп» публиковался, и широко был известен. И они не могли никак понимать, что агрессия будет направлена во все стороны. Но они пребывали, вот почему я говорю про каком-то когнитивном диссонансе, когнитивном таком помешательстве, они пребывали в иллюзии, что они своей политикой умиротворения, это не скрывалось, натравят Гитлера на Советский Союз. И Советский Союз и Гитлер будут воевать и будут убивать друг друга, как цинично заявлял уже позже другой политический деятель Гаррет Трумэн. Пусть убивают другу как можно больше. Мы в этой сети посмотрим, и дальше соответствующим образом будем принимать решение. Но почему они при этом не представляли, что Гитлер, предположим, быстро победив Советский Союз, на что они рассчитывали, не повернет на Запад, вот это остается до сих пор какой-то загадкой. Такое впечатление, что были какие-то шоры. Многие это объясняют тем, что политика такого ярого антикоммунизма, тогда он назывался антибольшевизм, для них стала важнее логики разума соображений элементарной логики и самые главные интересы в собственной безопасности. Вот это вот какая-то патологическая, я именно хотел подчеркнуть этот термин, уверенность в том, что своим политикам умиротворения они натравят в итоге Гитлера на Советский Союз, но Гитлер никогда не направит на них. В этой связи очень, собственно, характерна цитата, известная Черчилля. Черчилль с самого начала был, в отличие от Невилла Чемберлена и других таких ультраправых английских политиков, абсолютно трезвым политиком. И хотя он тоже абсолютно не любил Советский Союз и не любил социализм, его никак нельзя назвать большим другом нашей страны, он был прагматиком. И вот это его известное высказывание. Миротворец это тот, кто кормит крокодила, надеясь, что крокодил съест его последним. Почему этого не понимали, не видели другие западные политики, остается только гадать. Ну, в конспирологию я не верю. Еще раз хочу сказать, в отсутствие соответствующего понимания ситуации, в глупости, ну, я никак не могу заподозрить ни французских, ни английских политиков, хотя англичане иногда этим отличались. Это вот такое, знаете, отражение такого. Долго на острове живешь, и возникает иллюзия, что все тебя минует, и твой остров будет оставаться в океане таким вот свободным, и на никуда не упадет. Но все остается фактом, что и Невилл Чемберлен, при всех его крайне странных иногда политических высказываниях, был абсолютно трезвым политиком и понимающим политиком. И вот как они не могли не осознавать, что политика умиротворения, они готовят крокодила, который в результате нападет на них, как и произошло, да, вот это до сих пор остается некой такой, я бы сказал, психологической загадкой. Но факт остается фактом. Я думаю, что, наверное, обстановка обстоятельства политического мышления была таковым, что они приняли именно это решение. Поэтому политика умиротворения и была главным препятствием для незаключения договора о коллективной безопасности антигитлеровской коалиции, хотя Советский Союз предлагал это неоднократно, начиная еще с пакта Бриана Келлога, известного в конце 20-х годов. Но на протяжении 30-х годов, чем ближе было к развязке, 1938-1939 году, тем чаще Советский Союз предлагал все-таки сесть, одуматься и заключить соответствующий договор. Потому что Советский Союз прекрасно понимал, что ни Франция, ни Великобритания не будут выполнять своих обязательств по Версалю. В чем мы убедились, когда в 1936 году Гитлер демонстративно ввел войска в Ринскую демилитаризованную зону. Тогда немецкая армия значительно уступала французам, которые контролируют эту зону и по вооружению, и по составу армии. Но французы сделали ровным счетом ничего для того, чтобы их оттуда выдвоить, что они должны были сделать по условиям Версаля. Ну и пиком, последней возможностью заключить такой договор у нас стала весна-лето 1939 года, когда Советский Союз предпринял последние отчаянные попытки все-таки усадить англичан и французов за стол переговоров и что-то подписать. И это тоже окончилось ничем. Наше соглашение с Гитлером, всегда нужно иметь в виду, было абсолютно вынужденным. Мы сделали это в условиях крайней необходимости, именно потому, что западные союзники сорвали заключение договора. И хотел бы сразу, забегая вперед, отметить, что Советский Союз был последним среди всех европейских демократий, который с гитлеровской Германией заключил договор о ненападении. Но нас при этом обвиняют во всех смертных грехах. Что касается вот этой ключевого момента, конец июля, начало августа, первой полной августа, действительно, к тому времени стало ясно, что англичане и французы сознательно саботируют переговоры. Было несколько раундов переговоров, но англичане и французы присылали неполномочные делегации, которые состояли из военных экспертов, которые могли обсуждать лишь технические вопросы, но не имели никаких политических полномочий. И к августу стало ясно, что так будет продолжаться в дальнейшем, что англичане и французы, вероятно, не хотят понимать того, что угроза близка и что вслед за Польшей, сейчас мы об этом отдельно поговорим, неминуемо рано или поздно Гитлер повернет на них. Ну, вот это опять к вопросу о том, почему здравым силам и во Франции, они были и в Англии, тем более, тоже партии Черчилль не удалось в то время взять бразды правления внешней политики в свои руки и прагматично, как потом поступал президент Рузвельт, не понимать, что существуют идеологические разногласия, но существует главное. Это вопросы безопасности, это вопросы мира, это вопросы агрессии, которые нужно предотвратить. Этого не произошло. Что касается Польши, секрет Полишинеля сейчас говорить о том, что никто, и тем более Польша, не знал о том, что не нападут. Я хотел бы вам напомнить, что март 1939 года это очень такой тоже важный отчетный период в истории Европы. Первое, это окончательная ликвидация Чехословакии 15 марта. Гитлер уже без всяких мюнхенских соглашений просто взял и аннексировал оставшуюся часть, то, что оставалось от Чехословакии. Далее, это конец марта, возвращение Мемельланда или Клайпеды по нынешнему, когда Гитлер просто предъявил ультиматум литовскому правительству и сказал, что это исконная немецкая территория, с этим трудно не согласиться, которая была отторгнута по Версальскому договору у Германии, и сказал, что или они добровольно передают этот Мемельланд, или будут высажены немецкие войска. Поскольку пример Чехословакии был слишком очевиден, то литовское правительство благоразумно согласилось на этот ультиматум и передало без всякого боя, отдало немцам этот Мемельланд. Так вот, именно тогда, после того, как Мемельланд был им передан, Гитлер предъявил сразу же в конце марта ультиматум Польши. Ультиматум был очень простой. Вы нам передаете Данцик, который был фрайштадт, свободным вольным городом под управлением Лиги наций, как исконно немецкий город, и вы нам обеспечиваете возможность строительства шоссейных и автомобильных дорог через так называемый Польский коридор, то есть через вашу территорию, для того, чтобы связать территорию тогда разрезанной на две части Германии. Поляки отвергли этот ультиматум, и тем самым они подписали себе смертный приговор. Я здесь бы хотел напомнить всем, что поляки были первые, которые еще в 1934 году подписали с фашистской Германией договор о ненападении. Вот об этом почему-то никто не вспоминает и никто не кричит. У польской элиты вообще была очень странная внешнеполитическая позиция, они почему-то считали, что Германия – это их военный стратегический союзник. Надо было быть, я не знаю кем, чтобы не помнить историю и не помнить, какие отношения всегда были у Германии к Польше. Но такова была линия польской политики. Поэтому, когда был ультиматум отвергнут, ни для кого не составлял секрет. И были в том числе разведданные, но это и не скрывалось особенно, что Гитлер подписал директиву о начале планирования операции ВАЙС нападения на Польшу. В марте, если была подписана директива, в то время эти директивы всегда выполнялись. Поэтому было понятно, что рано или поздно эта директива будет воплощена в жизнь. Она была воплощена в жизнь 1 сентября 1939 года. Знали ли об этом западные союзники? Безусловно, знали. В этом нет никакого сомнения. Разведка у них работала. Да еще раз хотел бы подчеркнуть, руководство фашистской Германии это особо не скрывало. Поэтому это знало и советское руководство. Почему оно предпринимало такие попытки? Я не хотел применить слово отчаянные, но последние попытки все-таки усадить в этой ситуации за стол переговоров. Потому что всем было понятно, что следующее будет Польша, ну а за Польшей сразу начинается Советский Союз. Вот это тоже всегда нам нужно помнить. Поэтому еще раз возвращаясь к концу августа, к началу августа, извините, к середине августа, когда стало понятно, что ничему они не научились, можно здесь процитировать достаточно известное высказывание одного деятеля французской революции, который он произнес в свое время в отношении роялистов. Когда спросили, можно ли с ними наладить какой-то контакт, он сказал, что с ними разговаривать бесполезно, потому что эти люди ничего не забыли и ничему не научились. Иногда эту фразу интерпретируют как ничего не поняли и ничему не научились. Но она вошла в политологию как обозначение вот такой вот достаточно упертой политики, когда я ничего не хочу менять, несмотря на то, что я понимаю, что это может кончиться плохо. Вот то же самое было здесь. И когда Советский Союз понял, что ничего ждать не приходится, а все прекрасно понимали, я не исключаю, что даже знали точную дату, что это будет конец августа, начало сентября, вот тогда Советский Союз предпринял, как бы сейчас сказали, очень серьезный политический, такой внешнеполитический асиметричный ход. И самое главное, что здесь мы получили полное взаимопонимание с руководством фашистской Германии, хотя все друг на друга смотрели уже почти через прицел винтовки или автомата. Все понимали, что дружба и миром это не кончится. 23 августа. Неожиданно для всех, прежде всего неожиданно для западной дипломатии, которую я считал, что это невозможно, Советский Союз заключает договор о ненападении с гитлеровской Германией. Договор, подписанный Молотом и Риббентропом. Почему он в западной историографии штампованно называется «Пакт Молот-Риббентропа», и они в это название заранее вкладывают негативный и когнитивный смысл. Это как бы уже элемент пропаганды. Значит, что-то такое плохое, страшное, а дальше, значит, Советский Союз, как минимум, несет равную ответственность за уничтожение бедной и независимой Польши, и второе, самое чудовищное, но которое сейчас практикуется, Советский Союз в равной степени несет ответственность за развязывание Второй мировой войны с фашистской Германией. И все это отталкивается от этого договора. Итак, договор был заключен в последний момент вынужденно. Мы должны были обеспечить свою безопасность. Пусть кто-то нас попробует в этом упрекнуть. Мы это сделали. Почему? Потому что в противном случае об этом мало, сейчас почему-то кто-то помнит. Мы могли бы получить войну на два фронта. Германия после того, как она разгромила бы Польшу, а то, что она разгромит Польшу, не было никакого сомнения, она могла бы, не останавливаясь, сразу вторгнуться на нашу территорию. А я хотел бы напомнить, что тогда советская граница проходила западная, в 40 километрах от Минска. Можно себе представить, что это был бы за эффект. А с востока вполне могла и должна была атаковать Советский Союз, милитаристская Япония, у которой был соответствующий военный договор с Германией. Вот чтобы избежать такого крайне негативного развития ситуации, сценария, мы вынуждены, исходя из собственной национальной безопасности, из собственных национальных интересов, исчерпав, подчеркиваю, все попытки разумом, логикой, убеждением все-таки посадить западных, как сейчас говорят коллег, за стол переговоров и что-то подписать антигейтерарской, мы поняли, что мы один на один, мы должны сами обеспечить свою безопасность. Мы должны это оценивать как просто элемент той открытой, очень опасной информационной войны, гибридной войны, которая ведется, идеологической войны, политической, которая ведется против нас, скажем так, коллективным, объединенным Западом. Я бы применил такой термин. Потому что здесь все не так, или, как любят говорить американцы, совсем не так, или все не то, как кажется. На самом деле, исторические факты свидетельствуют совершенно о другом. Итак, первое, что бы я хотел сказать. В основном шельмуют и топчут, и препарируют, и извращают договор о ненападении. Потому что, как и очень странно, следующий договор, договор о дружбе и границе, с сентября 1939 года, почему-то ни у кого не вызывает никакой шоковой реакции. Хотя бы потому, что к нему, например, была приложена, абсолютно не... секретная карта. Пожалуйста, можете зайти в музей в Карлсхорсте, в Берлине. Там эта карта представлена. Она есть в легальном доступе в музее Великой Отечественной войны. Она не составляет никакого секрета. Там есть подписи Сталина и соответствующих немецких руководителей на этой карте. Вот она не вызывает почему-то никакой бурной истерики. Что касается оккупации, я бы даже не хотел применять этот термин, потому что это настолько высосано из пальца. Но, к сожалению, это сейчас элемент такой агрессивной пропаганды. Что было на самом деле? На самом деле мы должны с вами помнить, а войны между Советским Союзом и Польшей не было. Но на Польшу напала фашистская Германия. Это была немецко-польская война. Что происходило в дальнейшем? А в дальнейшем происходило то, что вообще-то на самом деле я бы сейчас постыдился даже вспоминать и западным нашим союзникам, и особенно полякам. 3 сентября, в отличие от событий Чехословакии, все-таки Англия и Франция вынуждены были объявить войну Германии. Просто только она напала 1 сентября. Но, как мы с вами знаем, они потом делали все, чтобы только не воевать. Эта война получила название «Странной войны». Известное высказывание Гитлера, ну что, что они навыли войну, это еще не значит, что они будут воевать. Он оказался абсолютно прав. Они занимались чем угодно до мая 1940 года, кроме войны с Германией. Хотя корпус соединенный англо-французский, он и по численности, и по вооружению, и по мощности абсолютно был равен вермахту тогдашнему. Но они не воевали и дождались того, что в мае произошло разгром Франции. Это будет позже. Что касается Польши. Надо сказать, что в отличие от Чехословакии, надо дать должное, польская армия сопротивлялась. В отличие от чехов, которые были значительно сильнее, мощнее, как армия и лучше вооруженные. Ну вот они сдались без боя в 1938 году. Польская армия сопротивлялась, но, к сожалению, польская армия была обречена. И почему? Дело все в том, что очень неблаговидную здесь роль сыграло польское правительство. И почему я сказал, что на месте поляков я бы вообще старался это, так сказать, забыть, это событие, а не заставлять нас макать их, тыкать их лицом и говорить, что было на самом деле. Что на самом деле произошло? Произошло то, что польское правительство, варшавское правительство, очень быстро просто бросило страну. Мы должны с вами понимать, что на шестой-пятый день в Варшаве уже не было, а на двенадцатый день польское правительство, которое до этого отсиживалось где-то на юге Польши, оно оказывается в Румынии. Это известный факт. Это когда еще продолжала армия сопротивляться, и когда еще командующий Рыц Смиглы пытался руководить какими-то войсками, маршал Рыц Смиглы. Почему-то странным образом он руководил из Бреста-Литовска, но это уже отдельный вопрос. Итак, 10-12, на 10-12 день войны фактически польского государства уже не существовало, потому что когда государство бросает правительство, это означает, что как субъект международных отношений оно в принципе уже может не существовать. Поэтому абсолютно верно слова, известные ноты от 17 сентября, 1939 года, ноты, которая была вручена советским правительством польскому послу в Москве, где было сказано, что сейчас фактически Польши не существует, потому что правительства нет, правительство бросило страну, так сказать, убежало. И сейчас мы заявляем о том, что чтобы не допустить немецкую оккупацию всей польской территории, имеется в виду, что в том числе территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, которая была потеряна Советской Россией, напомню, в результате неудачной войны советской польской в 20-х годах, мы вводим свои войска на территорию Польши для того, чтобы защитить близкое нам, родственное нам население Западной Украины, Западной Белоруссии. Вот это 17 сентября, которое называется днем начала советской оккупации. Ну, во-первых, они это сделали вынужденно и опять-таки под давлением обстоятельств. В чем был смысл? Смысл был очень простой. 15 сентября практически сопротивление было ликвидировано, и немцы, которые надо им дать должное, все-таки соблюдали обязательства договора, они вышли на ту условную линию разграничения, которое значилось вот в этом секретном протоколе разграничений зон интересов и влияния от 23 августа. И заявили советскому правительству. Мы свою часть сделали, поэтому, если вы готовы, занимайте, пожалуйста, территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, а также Виленскую область. Мы не должны забывать об этом, потому что сейчас это как раз будет очень важно. Виленское воеводство бывшее, Вильнюс, Вильнюсский край. Или мы это сделаем сами. Советское правительство до последнего не хотело входить на территорию Польши. И если посмотреть трезво переписку, мы видим, как тяжело принималось это решение. Но что должен был делать Советский Совет в этой ситуации? Дать немцам оккупировать Западную Белоруссию, Западную Украину? Опять-таки, мы должны всегда помнить не об экстрактных интересах каких-то третьих стран, а собственных. Граница в 40 километрах от Минска. Да, у нас есть договор о соответствующем ненападении, но если Германия ударит, она неизбежно ударит. Что будет? Поэтому, когда решался этот вопрос, мы в том числе обеспечивали безопасность своих границ. Потому что в результате того, что мы ввели войска на территорию Западной Украины и Белоруссии, а потом они были присоединены на основе, так сказать, референдума, к территории, соответственно, Украины и Белоруссии, мы отодвинули свою границу на 250-300 километров. И когда в 41-м году 22 июня удар был, он был все-таки подальше от Минска. И поэтому вот эта территориальная подушка, она сыграла, я считаю, одну из важных ролей военно-стратегическую в том, что нам удалось сдержать этот чудовищный по силе удар 22 июня 41-го года. Об этом тоже не нужно забывать. Поэтому советские бойска были введены, и здесь очень интересно, я бы повернул нашу дискуссию. Вот в Польше это оккупация, злые советы, они насиловали поля. Кстати, полячик, мы, кстати, должны с вами констатировать, что в Гданьске стоит позорный памятник, позорный памятник, где советский солдат, изображенный в таком виде, насилует польку. Вот, ну, вопрос к полякам. Значит, соответственно, кто они такие, как к ним нужно относиться. Так вот, смысл заключается в том, что по нове поляки, если мы с вами будем смотреть не только с узкокорыстких ваших русофобских интересов, я уж так обострею ситуацию, и заботиться не только о вашей великой, мельможной, так сказать, гордости, то спросите, а как относятся в Белоруссии и как относятся на Украине, ну, нормальной Украине, не сейчас в Украине, хотя я не исключаю, может быть, и сейчас так относятся. К 17 сентября. Лично у меня были беседы с белорусами. Они говорят, как? Это освободительный поход Красной Армии. Это день воссоединения разделенного белорусского народа, который подвергался национальному угнетению, когда он входил в состав Польши. Это факт. Если мы посмотрим с вами издания, в том числе американские, исследовательские, все черным по белому пишут, что как бы мы ни хотели, мы должны признать, что факт национального притеснения, проведения политики насильственной полонизации на территориях так называемых кресов-сходних, то, что, собственно, было Западной Белоруссией, Западная Украина, это факт, который не подлежит сомнению. Поляки проводили очень жесткую политику и относились к белорусам и украинцам как к кунтерменшам. Прежде чем говорить о вхождении в 1940 году на основе абсолютно легитимного решения Верховного органа власти тогдашних стран, принятое о вхождении в состав Советского Союза, мы с вами, мне кажется, должны еще все-таки вспомнить осень 1939 года. Этот год был очень важный. Почему я упомянул Веленскую область? Дело все в том, что вот эти спекуляции насчет секретных протоколов, спекуляции насчет вообще самого договора о ненападении 1939 года разбиваются очень хорошо одним обстоятельством. 10 октября 1939 года Советский Союз подписывается тогда еще абсолютно независимой Литвой договор, который так и называется о передаче Литве в Вильнюсской области. То есть Советский Союз, как было написано, найдя навстречу пожеланиям Литвы, учитывая интересы литовского государства, передает ей территорию ее древней столицы Вильна, Веленского бывшего воеводства в Польше, с прилегающей областью. Это была та территория, которую Советский Союз получил в результате распада государства Польши. Я хотел бы подчеркнуть это слово. В результате войны с Германией государство Польши распалось. На части территории было создано генерал-губернаторство известное, а вот другая часть, она отошла к Советскому Союзу. Так вот, мы передали Литве соответствующий целый большой регион, учитывая то, что когда-то, в средние века, это действительно была литовская столица. Кстати, Вильнюс она называется только в Литве, и по-русски она называется Вильна, и в Польше она называется Вильна, но смысл не в названии, а в сути. Мы передали ей это, но при этом был подписан секретный протокол, о котором почему-то никто не вспоминает, где было написано, что за это Литва соглашается на то, чтобы Советский Союз разместил на ее территории свой воинский контингент численностью до 20 тысяч человек. Вот почему-то по этому поводу воплей никаких не идет. Вы против тайной дипломатии, которая всегда была, будет и существует, и будет существовать. Почему же вы не осуждаете злобный договор, который был заключен между злобной Литвой и злобным Советским Союзом, который вот, так сказать, территорию бедной расчленной Польши Литва получила, и еще согласилась секретно допустить туда советские войска. И что, кто-то там под дулом пистолета принуждал? Нет. Нет, уважаемые коллеги западные. Поэтому вот этот договор от 10 октября 1939 года, мне кажется, ставит все на свои места. Он показывает всю лживость, всю надуманность, всю искусственность этого пропагандистского мифа в отношении страшного, ужасного пакта Молотова и Бентропа. Это первый вопрос. И второй вопрос, который тоже нужно помнить. К тому времени, когда развивались наши события, польское правительство, которое все время бегало, постоянно оно бежало, вообще сам по себе факт, когда правительство бросает страну во время войны, он очень некрасивый. Но поляки по этому поводу почему-то не рефлексируют. Она добежала до Франции и осела в маленьком городке Анжер. Это потом они уже попали в Лондон и получили название «Мигрантское польское лондонское правительство» известное. Они тогда были в городке Анжер. Так вот, это польское мигрантское правительство, которое не представляло никого, и которое бросило свою страну и свою армию на произвол судьбы в сентябре 1939 года, оно в декабре 1939 года, находясь в городе Анжер, не нашло ничего лучше, как объявить войну. Причем кому? Не Германии, а Советскому Союзу. Это шедевральный пример такого внешнеполитического кретинизма. Я не побоюсь применить такое слово, потому что здесь все с ног на голову поставлено. Кто на вас, уважаемый, напал? Германия. Вы знали об этом? О плане Вайса вы знали еще с марта 1939 года. Вы объявляете войну не агрессору, который вашу страну разбил и расчленил, а вы объявляете войну стране, которая до последнего хотела вас защитить, хотя вы были откровенно антисоветско-русофобской государством между двумя войнами. Это вы не пропустили советские войска на помощь Чехословакии в 1938 году, заявив, что как только Советский Союз хотя бы попробует вступить на польскую территорию, это будет расценено как война. И вы после этого еще чего-то нам предъявляете. И вот это к вопросу, так сказать, о том, как все происходило на самом деле. Они не нашли ничего лучшего, как объявить войну Советскому Союзу. За что? За то, что Советский Союз передал Веленскую область в Литве. И, прежде чем пойти к следующему вопросу, я хотел бы обратить внимание, именно этим актом само польское правительство превратило интернированных польских военнослужащих, которые находились на территории Советского Союза, в военнопленных. Вот итог политический 39-го года. Что касается года 40-го, это, в принципе, отдельный вопрос. Он тоже является вопросом спекуляции, но я думаю, что эта спекуляция у нас приходится подать и как раз на следующий год будет 80 лет. Здесь нужно говорить следующим. Кто бы что ни заявлял. Ситуация в Прибалтийских республиках в 40-м году развивалась очень бурно. Все прекрасно видели, что они потенциальные следующие жертвы агрессии. Никто в этом не сомневался. Поэтому было очень серьезное движение антифашистское. Мы должны помнить, что в Прибалтийских государствах тогда правили полуфашистские или откровенно профашистские режимы. Один режим сметанный, чего стоит. И они не были совершенно ангелами в белых перьях, они тоже делали ставку на Гитлера. Но общественность этих стран достаточно серьезно придерживала другого мнения. Поэтому произошедшие известные события лета 40-го года привели к тому, что органы власти были переизбраны, были созданы новые органы власти, из которых были удалены все эти сторонники Сметана и других малых таких диктаторов, которые там сидели в этих государствах. Напомним, что это были государства Лимитров, они так и назывались, это был как бы санитарный кордон против Советского Союза. Там путем демократических выборов, пусть мне кто-нибудь докажет, что они были не демократические, были выбраны новые органы власти, которые в создавшейся ситуации, понимая, а Франция, хотел бы сказать, в мае уже была разгромлена, мы об этом не должны забывать, все видели, к чему все это приводит, они обратились к Советскому Союзу с просьбой принять их в состав СССР, видя в этом единственную возможность, что сохранить себя, сохранить свою независимость. Вот о чем должна идти речь. А уже какие там были нюансы, кто там чего якобы фальсифицировал, якобы там НКВД заставляло голосовать, это опять все от лукавого, но это требует отдельного внимательного рассмотрения. Политическая фактология именно такова. Странная война, французы дождались до того, что немцы скопили силы, молниеносно в мае их разгромили, позорно, дюнкерки окружили остаток корпуса англо-американского, англо-французского, извините, сбросили его в море, правда, его частично эвакуировали, но это был полный разгром. Французское правительство бежало из Парижа, убежало в Бордо, это тоже факт известный, за три недели Франция перестала существовать, это был разгром. И вот в такой ситуации летом 40-го года что оставалось думать этим трем маленьким, слабым, прибалтийским государством. Они прекрасно понимали, что тут даже не будет никакого аншлюса, тут просто придут, вас оккупируют без всяких разговоров и вы разделите судьбу Чехословакии, разделите судьбу Польши, разделите судьбу наконец Франции. В этой ситуации абсолютно была другая общественно-политическая ситуация в этих трех прибалтийских республиках. Вот это наши оппоненты начисто не хотят принимать, заявляя о том, что это была грубая аннексия Советского Союза, который заставил обратиться к нам. И это вовсе было не обращение, это был некий ультиматум для того, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре и просто-напросто аннексировать эти государства. Вот что нужно помнить. Итак, законные органы власти, новые органы власти, которые смели все эти националистические профашистские режимчики, официально обратились к Советскому Союзу. Советский Союз удовлетворил просьбу о принятии трех прибалтийских республик в состав СССР. Мы с вами знаем, что действительно советские воинские контингенты к 40-му году были размещены в Прибалтике на основе соответствующих соглашений с тогда еще не входившими в состав СССР независимыми правительствами этих стран. Поэтому, ребята, если вы так же, как и литовцы в октябре 40-39 года согласились на размещение советских воинских контингентов, значит, вы прежде всего понимали, что это обеспечивает вашу безопасность. Вы же были антисоветски настроены, вы же нас не любили, не любили, вы были лимитрофами, были, но вы пошли на это, значит, вы пошли на это вынуждены. Но если вы пошли на это вынуждены, и главным аргументом для вас была собственная безопасность, ну так зачем же тогда в этом обвинить Советский Союз? Советский Союз, наоборот, вам протянул руку помощи. Нужно было выбирать или фашистская Германия, или крокодил, который тебя сожрет. Все знали, как уже к тому времени действуют немцы. И вы будете даже не генерал-губернаторством, а какой-нибудь там провинцией Осла. Вам гауляйтера посадят со всеми вытекающими последствиями. Потом все же прекрасно знали, что у немцев была расовая теория. И вот если там к некоторым прибалтийцам, включая там, скажем, я не знаю, эстонцев, они еще относились как к таким представителям нордической расы, то литовцы для них были тоже унтерменшими. Может быть, лучше, чем славяне, но это были те же унтерменши, которые подлежали соответствующим образом перевоспитанию, мягко скажем. Поэтому все прекрасно представляли альтернатива или быть сожженной, поглощенной фашистской Германией со всеми вытекающими последствиями, или получить защиту от нелюбимого, но Советского Союза, который даст возможность сохранить свою безопасность и свою независимость.